Слава Украине, приветствуем от Полонского, наша любимая рубрика потери российско-фашистских войск в Украине. Сегодня 27 июня 2024 года, Киев за три дня, все помним, да. Итак, друзья мои, где по мордасам получила путинская фашистская армия, в каких регионах, где путинские оккупанты, как говорится, отхватили так, что мама не горюй, и драпали так, что аж тельняшки теряли и анучи, нет, партиянки. Короче, но все равно все теряли, что-то там и матери. Да, потери у них выше, ну как выше обычных, за тысячу, так за тысячу уже целый месяц у них. Он хотел сказать, что они сейчас кондропупятся усиленными темпами. Ну да, но они и вчера так же кондропупились, и позавчера, и так далее, последние дни. Их там сейчас так насыпают, что вообще полный капец. Причем это происходит еще в Донецкой области, они там к Покровску рвутся, но им сейчас там таких звездюлей выписывают. Вот, у нас там новое командование, кстати, генерал Гнатьев, да, нормально так, да, вместо Содоля пришел, и там нарезают им по самое некуда. Очень хорошо им нарезали, так же в Луганской области. На звездюлей надавали в Днепровских плавнях, в Херсонской области. Они, кстати, на Крынке опять ходили в атаку вчера. Так получили, что, короче говоря, они не нашли больше тех, кто ходил в атаку. Никто не знает, что с ними произошло, да, исчезли. Вот, то есть получают, получают. Наработанные они не ходили. А, и в Харьковской области, там под Вовчанском, им выписывают просто образцовых звездюлей. И вот это все сказывается на потерях. Потери, как говорится, за тысячу этих путинских контрабасов, этих вооруженных. 1260 вооруженных путинских гельминтов отправились прямо на концерт Кобзона. Да. Послушать там, как говорится, песенки Иосифа Давыдовича под аккомпанемент оркестра Александрова. Если кто-то еще такой помнит, да. 1260 за вчерашний день. И общее количество путинских боевиков, которые пришли в Украину убивать женщин и детей. Но что-то у них с этим вопросом не срослось. Составляет 539 320 голов. Вчера было отправлено на металлургические комбинаты три путинских танка. И общее количество. Видите, местные штурмы идут. Местные танков мало, а пехоты много. Пехота на убой, на убой. Все когда, как стадо на убой. 8042 танка с начала российско-фашистского вторжения. И 9 бронемашин. Опять-таки, посмотрите, отношения убиенной пехоты и убиенной техники. Путину технику жалко. А пехота? Эй, нема. 9 бронемашин, 15459 всего. И продолжается артиллерийский геноцид российской ствольной артиллерии. Как самоходной, так и несамоходной. 42 пушечки туда же. Вслед за танками. Всего 14363. Наши дроны, наша артиллерия, контрбатарейная борьба работает так, что аж гай шумит. А российские пушки от этого взрываются. И 5 средств ПВО. Вот это классно. Это очень много. Потому что средства ПВО это то, что Путин построить. Вот так вот взять, построить он не могет. Каждый комплекс ПВО, во-первых, он дорогой. А во-вторых, он, как говорится, невосполнимая утрата для путинского рейха. 868 с начала российско-фашистского вторжения. Самолеты, вертолеты у меня. Старые данные. 359, 326. А вот беспилотников нащелкали за вчерашний день 24 штуки. Нормально работает наше ПВО. 11 459 всего. И продолжается уничтожение, выведение из строя. Причем в таких промышленных масштабах российской автодорожной техники. 61 грузовичок и прочей техники за вчерашние сутки. 19 468 всего. Но я не знаю. Вот если бы вот эти деньги, которые Путин тратил на войну, он бы решил там улучшить жизнь своих, вот своего нищего, вот этого избирателя, то я так думаю, что нищие избиратели Путина нищими уже такими бы не были. Но поскольку они голосовали именно за Путина, и все им нравится, соответственно и они будут нищими, и дети будут нищими, и внуки будут нищими. Потому что так завещал им Путин. При этом Путин миллиардер. Ну понятное дело. Не будут же дети Путина нищими, как дети вот этих вот избирателей дурноватых. И 11 единиц спецтехники. Да помню, сюда входит радиоэлектронная всякая техника, а также тяжелая техника, имеется ввиду, например, машины разминирования, или там машины, наоборот, минирования, или инженерная техника. Короче, все это все очень трудно восполнимые потери. Вот 11 штук, когда я вижу, что за день шлепнули, у меня просто душа радуется. 2420 с начала российского фашистского вторжения. Таким образом, мы видим прекрасно, что голозадая путинская армия продолжает свои бесплодные попытки прорвать фронт, чего у нее не получается. Единственное, что у нее получается, это списывать в утиль сырье огромное количество чмобиков и некоторое количество техники. Технику Путину жалко. Чмобиков нет.